Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево, это райончик города-курорта Анапа. И сегодня вас приглашаю на обзор одного из отелей, который находится в самом центре, так сказать, нашей курортной жизни. Отель называется Абсолют. Находится он сзади меня. Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Ксения, я администратор. Мы находимся с вами в Витязево, улица Черноморская, 171А, отель Абсолют. Давайте вам проведем маленькую экскурсию и расскажем, что у нас есть. На территории у нас имеется кафе-бар, а также алкомаркет. Также вы можете видеть парковку. Парковка рассчитана на 12 мест. Если вдруг здесь не хватает парковки, мы отправляем наших гостей на другую бесплатную охраняемую в 300 метрах от отеля. Сейчас мы вам покажем бассейн. И детская зона. Здесь, смотрите, друзья, это вход именно в гостиницу, рецепшн. И перед ним имеется сразу вот такая вот ногомоечка, для того, чтобы после моря смыть песочек и зайти уже, как говорится, по-чистому. Здесь имеется проход через магазин Фасоль. Магазин Фасоль, это франшиза от метра, то есть хорошие продукты. И выход на параллель можно туда выйти. С левой стороны находится у нас здесь... То есть зона детская входит в стоимость, вам доплачивать за это не надо будет. И сам впереди бассейн. Также здесь у нас проходит анимация детская дважды в неделю, бесплатно входит в стоимость. То есть, так, бассейн самое важное, все спрашивают, подогрев имеется? Да, конечно, имеется подогрев. Подсветка. Нет, нам как бы красиво. Подогрев имеется, глубина метр шестьдесят, с разграничением детской зоны метр. И подсветка имеется? Подсветка, да, концентрация хлора 0,3. Отлично. А сверху что у вас? Сверху у нас релакс-зона, то есть там просто лежаки для именно загара. То есть, помимо вот этой зоны, есть еще зона наверху. То есть, это прям... То есть, взрослые вышли и отдыхают. Симпатично. Слушайте, молодцы, прям даже интересно смотрится. Вот релакс-зона, я думаю, там с утра вышел, искупался и пошел отдыхать. Так, двигаемся дальше. Вот теперь давайте пойдем на рецепшн. Я сегодня здесь все успел побивать. И посмотрим с утра. Доброе утро. Доброе утро. Так вот выглядели у нас именно вход в отель. Так что у нас здесь есть еще? Рядочком. На рецепшнене вы непосредственно заходите, общаетесь с администраторами. Администратор рассказывает вам правила проживания. Здесь вы также по приезде оформляете себе питание, если вдруг хотите. Мы не обязываем гостей покупать им на полный пансион. Вы можете взять отдельный завтрак, обед на ваши дни. А стоимость питания? Стоимость питания на взрослого человека. Это 1000 рублей, полный пансион. Соответственно, это будет 300, 350, 350. Завтрак, обед и ужина. Ребеночка дешевле 750. Это будет 250, 300 и 200. Так, а у вас система какая питания? Заказное меню? Шведский стол. Работа, да. Не замороженные продукты, а работаем. Прямо сразу готовка. Кундер, это тоже очень хорошо. О, то есть у вас лифт. Да, 7 этажей. Лифт-потоматки просторный, интересно. Мы доехали до третьего этажа. И давайте посмотрим, как здесь выберетесь. Входит лифтоплиточка, дальше. Это топ-места, да, это примерно? Да, да, мы предоставляем складные дома, по необходимости. Это на каждом этаже. На каждом этаже есть, да, водилка. И мы сейчас с вами рассмотрим стандартный номер. Пожалуйста. Что непосредственно есть на номер? Сразу мы предоставляем пляжные полотенца, синенькие, банные полотенцы. Или поменяются они на четвертый день проживания. Допустим, вот гости, ну, испачкались по требованию, можно как-то поменять? Замена пастельного? Да, четвертый день проживания. Тоже, да? А уборка? Ежедневно. Ежедневно. Все, это самый важный вопрос. То есть, сколько примерно квадратов номер? 18 номер. Красиво, тумбочки, браузды каждого, да, есть. То есть, нужно отсветить себе, это вот как раз таки, если надо, дополнительное место туда ставить. А сколько стоит отдельное дополнительное место? Дополнительное место, у нас тут кресло пудон, но стоит 600 рублей. Холодиночки. Отличные. Так, и, да, сначала в туалет, а потом в back room, например, а потом уже на балкончик выйдем. То есть, а все номера у нас балкона? Конечно, все номера с балкона. Так, прикольно. Огромная зона, для меня, наверное, одно из самых важных мест, то, что очень большая зона для помывки. Видите, мы сюда зашли, повесили полотенчик, то есть, и здесь я прошу, и я здесь себя чувствую вполне хорошо. Круто, и душ. Класс. И вот эти вот мыльные принадлежности каждый день добавляются, меняются. Не забывайте, лайк, то есть, вот, необходимо, добавляйте. Тайна, там фен, кстати, есть. Такая система, телевизор, холодильник, телефон и балкончик. О, балкончик, в принципе, не попасть, стульчики какие-то. То есть, есть балконная мебель, стульчики на каждого человека, если вы что-то сели. Вот это, наверное, ну, важно, отсюда можно привет Артуру передавать. И, собственно, я так понимаю, что можно назвать, это даже номер с видом на море. Он там можно разглядеть, ребята, даже с третьего этажа, что у нас здесь рядышком морешко находится. Смотрите, я зашел на входе, есть тапочки в этом же номере. И также здесь смотрим наполнение. Так, то есть, идут халаты. Входят в стоимость и теплое одеяло. Также у нас, если вы вдруг приехали с маленьким ребеночком, можно предоставить вам кроватку. Она как раз туда помещается бесплатно. Должен, что для меня, допустим, немаловажно. Есть везде видеонаблюдение, то есть, полностью весь коридор просматривается. То есть, я сделался и парящий такой потолок тоже выглядит оригинально. Это тоже стандартный номер. Отличие в том, что здесь находятся две раздельные кровати. Допустим, для командировки. Слушайте, вообще, все шикарно выглядит, я хочу сказать. В таком формате, также телевизор, холодильник. Единственное отличие, это, да, две кроватки и можно балкончик нам открыть. Также со столи, я так понимаю, что холодильничек, то есть, наполнение стандартное. Здесь у нас смежный балкон получается, но места хватает, чтобы двоим спокойно сесть. То есть, балкон, знаете, как ни французский, там сказать, для галочки. То есть, а, и даже столик входит, да? Конечно, тоже есть, просто дождей мы выбираем, чтобы ничего не случилось. Все, помню, то есть, получается, два стульчика и столик. Да, да. Все, вопросов больше не имеем. Так, и давайте санузел здесь посмотрим, чтобы другой конфигурации должно быть. Также, смотрите, в этом номере прихожая. И так же самое наполнение шкафчика с халатиками. Санузел в таком же формате, то же самое наполнение и цикловые вещения. Следующие номера мы посмотрим повыше, на шестом уже этаже. Я думаю, там и поинтереснее будет даже вид на наше любимое витязево. И, кстати, хочу отметить, что лифты едут не шумно. Здесь у нас в таком формате уже выглядит именно шестой этаж. Следующий этаж у нас номер люкс. Люкс у нас находится на каждом этаже. Это номер... Так, пожалуйста. Ну, люкс прям надо посмотреть, посмотреть. Буквально. Так, ну здесь... А халактики разного вида это? Да, мне побольше и поменьше. Ага. То есть, если вдруг ты будешь толстеть, у тебя халатик будет побольше. Так, здесь наполнение. Здесь как раз-таки подлиннее. У нас тут и покрывала, и две подушек, потому что здесь диван. Так, формацию зла. Здесь уже у нас плиточка поменялась. Ну, в принципе, наполнение такое же, как и в стандартах. Имеется диванчик. А, тут можно регулировать температуру, да? Получается, здесь уже не кондиционер висит, а центральное кондиционерное идет. Значит, поддувать, чтобы комфортно не зашли. О, вентилятор, собственно. Классно. По-моему, отличительная особенность от люкс, то, что только здесь у нас находится посуда, и причем посуда первой необходимости. Соответственно, именно распить алкогольных напитков и полноценное питание в самом номере запрещено. Но с разрешением администрации, допустим, день рождения или очень длинный повод, мы можем, конечно, поделиться чуть же. Ну, стоит же для льда, да, этот? То есть, понял. А, куриво, то есть, я смотрю, что есть. А, куриво только на балконе, да. А, ну, можно, то есть на балконе. Все. Это тоже, думаю, очень важный момент, то есть, чтобы прихожая, первая комната, и вот такая вот комната. Сколько размещений тут человек обычно? А, обычно это до пяти человек. Угу, до пяти человек. Здесь уже висит кондиционер, блок-аут, шторки. Можно закрыться и поспать любое время тоже. Давайте проверим. Ясно. Оп, работает. Бударный столик. Отличительная особенность люкса, это в том, что это достаточно маленький балкончик. Ну, то есть люкс сделали маленький. Да, такие. Вот, это французский, то есть, вот здесь как раз и вы не посидите. Вот, я говорю, ой, какой вид, ребята. Вот там, вот она, параллия. А, кстати, как вот по шумности, когда вот у нас все играет и поет? Вот, да, хотелось бы сказать. Есть стандарт наличия шума именно для гостиничных сервисов. То есть, по стандарту ГОСТу у нас требования все соблюдены, и здесь громкость не превышает. Однако, есть очень чувствительные гости, и поэтому прежде чем ехать, обязательно задумайтесь, потому что вы находитесь прямо в центре Витязева, здесь совсем рядом параллия, парк аттракционов. Если вам комфортно и интересно такой отдых, я бы вам советовала. Суеты, но, в самом деле, вот мы сейчас вот закрываем, я улицу не слышу, то есть, ну, интересно, конечно, как именно в ночное время, когда все звучит, но уснуть можно. Да, вообще, стеклопакетно. Вы же тут живете, получается, вы спите. А по всей этой стране можно кошки нам тоже открыть, посмотреть, как здесь. Потому что мне кажется, что самое крутое в этом номере, это то, что ты можешь смотреть по сторонам, открыть себе окошки, панорамные причем. Это изюминка этого номера, то есть, смотрите, тоже, вот там находится море. Ну, прикольно, 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 вот на кровати просто лежит, так лег себе, смотри, класс. Итак, мы поднялись на седьмой этаж, как мне сказали, это лакшери, улучшенный. Кулер тут есть. Кулеры, да, на первом, четвертом и седьмом этаже. Холодная, горячая вода с безопасностью для детей. Просто, да. Не наберешь. Отлично. Окно, опять-таки, мы видим здесь, что имеется. Владимир, доска. Итак, сейчас мы с вами посмотрим номер Deluxe, седьмой этаж, отличительный от всех других этажей, только в том, что здесь другая мебель, немного другая обстановка, другая посуда. И этот номер такой же стандартный, он называется Deluxe Standard. Сейчас посмотрим его отличия. Мне тоже интересно стало, что за отличие, что это такое. Здесь телевизор не включается. Слушайте, очень светлые тона, очень симпатично все выглядит, я хочу сказать, прям, знаете, приятно глазу стало. То есть, третий год отеля, да? Да. То есть, выглядит все довольно-таки свежо. То есть, у нас просто, я часто заходил, люди год отработали, и у них уже, как бы, все такое, знаете, подуставшее. То есть, у вас, я смотрю, или гости прям хорошо ко всему относятся, или... Да, гости, по-другому, стараюсь. То есть, вот он, санузел, пришли сюда. Умылись, лайк поставили, не забывайте. И, полностью все наполнение. Здесь на шкаф у нас сразу не приклеили, а с правой стороны... Можно тоже нам приоткрыть. Заглянем. Тоже идет. И, балкончик. Ну, холодильник так же встален, да? И так же мебель, ой, этот, наличие посуды, да, здесь, получается? Музыка, наверное, с тем большие, видно, вот, все есть по хорошим освещением. И вот здесь у нас уже выход именно на парк. Ох! Лиманчик, вон, в ту сторону. Ну, здесь парк аттракционов, у нас один, второй, вид дорожногорного напа. Слушайте, мы находимся на высоте колеса обозрения. То есть, вы сможете бесплатно каждый день, так сказать, наблюдать все, как здесь играет и поет. Сейчас мы с вами опять вернулись на ресепшн, что вдруг может вам понадобиться. Это, конечно, сейф. Если вдруг у вас какие-то традиционные стиловые вещи, вы можете их ставить на ресепшн. А по заезду? По заезду. То есть, заезд у нас после двух, а выезд у нас до 12. И теперь нам осталось посмотреть только шведская линия, чтобы сделать уже полный обзор непосредственно на весь отель. Повторяю, смотрите, завтрак прописан. Со скольки до скольки у нас. Вот это помещение. Начинается полная посадка. Можете обратиться с левой стороны. Это время в 8 утра, то есть, люди приходят поесть. Как он? Континентальный у вас идет или нет? Завтрак. Нет. Просто, да? Ну, не мешайте вообще, пожалуйста. Вот. Это разное. А подписано причем, да? То, чего где тут есть, берем. Каттожка фри. Запеканки творожные. Блинчики. А блинчики с чем? С творогом. С творогом. С творогом. Собственно, микроволновка есть и чайная станция. Также есть возможность попить и в разных хлебушек. Отлично. А, также еще есть здесь, да, еще всякие вкусняшки для детей. Йогурты. Несли. И вот еще. Отлично. Особенностью в отеле Абсолют является то, что отель семейный. Несмотря на то, что здесь очень много персонала, от горничных до администратора, это вся наша семья. И если у вас возникают какие-то вопросы, обязательно обращайтесь на ресепшн, мы постараемся решить ваши проблемы. Ну, осталось у нас парочку вопросов, наверное, самых важных, я думаю, для всех. Это, во-первых, какое расстояние до моря? Расстояние до моря 7 минут пешей прогулки, где-то 200 лет. Еще самый большой вопрос, это, конечно же, сколько это стоит проживание здесь? Допустим, меня самого интересует, потому что везде халатики, везде чисто убрано. Мне, в принципе, общий вид понравился. Мы с вами сегодня были в номере Стандарт, где одна большая двуспальная кровать или две полутарные. Стоимость такого номера 4200, однако после 26 августа цена снижается. В номере люксе стоимость 6600, рассчитанная на четырех человек. Если вдруг вы хотите пятого человека, плюс к стоимости 600 рублей. И номер Deluxe в нашем номере, тоже рассчитанная на двоих человек, это 4700, но если вы хотите расположить друга, то это еще 600 рублей. Ценники, получается, указаны сегодня у нас середина июля, это пик сезона, то есть самые дорогие, в принципе, цены, и они у вас продержатся до 26 августа. День, как вас зовут? Вячеслав. Ольга. Ольга, расскажите, как вам здесь отдыхается? Очень хорошо. Адаптация у нас проходит немножко дольше, чем везде, но так все хорошо. Отель нам вообще очень нравится. Отель отличный. До моря сколько ходите? Мы без детей, мы взрослые, минут 5. Погонишь минут 10, да. Но море в этом году, конечно. Что-то да, вот по две у нас море. Левее, правее, ребят, чистейшего. А мы ездили в Болговечный. Мы вчера, да, съездили, вот накупались вчера досыпа. Так, бассейн. Отлично, мы вчера сидели там 3 часа. Меня друзья еле увезли. Увели, вернее, оттуда. Нет, не увезли. Питание. Питание здесь. Все замечательно, все устраивает. Все хорошо. Вы то есть выбрали вообще полный панчелан? Нет, мы выбрали только завтраки, чтобы свободно себя чувствовать. Передвигаться. Хорошего отдыха. Спасибо, что смотрит. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. И гости села Витязево. Мы вас ждем. Отель Абсолют. Желаем вам крепчайшего здоровья. Не болейте. И приезжайте на отдых. Вам всем спасибо за просмотр. Очень ждем комментариев от тех людей, которые здесь отдыхают. Либо отдыхали, либо, может быть, собираются. И пишите вообще, как вам было, если отдыхались, собираетесь. Какие у вас там ожидания. Может быть, есть какие-то пожелания по отдыху. Ну и всем, кто будет в этом году у нас, я желаю души, чтобы ваш отдых прошел лучше всех. Спасибо большое за просмотр. Делайте репосты, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.